Безусловно, главное автоспортивное событие сезона — это ралли «Шёлковый путь», которое в этом году носит статус всероссийского соревнования, но с допуском иностранцев. Маршрут проложен из Астрахани в Москву через Грозный, Элисту, Волгоград и Воронеж. Именно этот марафон станет местом удивительного камбэка. После 27-летнего перерыва в гонке возвращается заводская «Лада Нива». Рейдовый внедорожник построен всего несколько месяцев назад по требованиям категории Т2. По сравнению с серийным автомобилем мы поработали само собой с двигателем, то есть мы увеличили степень сжатия, мы заменили коленвал. У нас сейчас двигатель объемом 1,8 литра, но это 8-клапанный Нивовский мотор — это не мотор ответственной, как некоторые предполагают. Мы получили мощность приблизительно 120 лошадиных сил, мы изменили трансмиссию, то есть все шестерни были заменены на прямозубые вместо косозубых и кулачковые муфты вместо синхронизаторов цветных, так скажем. То же самое было проделано с раздаточной коробкой, мы поставили свои уникальные блокировки в передний и задний редуктор, мы поработали над подвеской, то есть геометрия шасси, рычаги и мост, все тяги были сохранены, но мы изменили компоновку пружин и амортизаторов. Готовясь к шелковому пути, команда отправилась на разведку на Ульяновскую Баху Симбирский тракт. Провели гонку в Ульяновске, перед основной гонкой выиграли. Машина себя зарекомендовала хорошо, как надежный автомобиль. Лично я уже участвовал в пяти шелковых путях, пяти марафонах, опыт имею большой, понимаю, что делать. При этом у большинства членов команды почти нет раллийного опыта, только кольцевые гонки. Здесь огромная дистанция, здесь дорога в основном, ну, пересеченная местность или такие проселочные дороги или направления. И все-таки здесь джипы, более энергоемкие, более проходимые. Ралли – это больше спорт, ралли-рейды – это чуть-чуть перевешивает в сторону приключения. Сам Дмитрий Ворнов на сегодня объективно быстрейший из российских раллистов, выступающих на моноприводной технике. Но марафонскую дистанцию петербуржец поедет впервые. Жду приличного такого утомления, потому что именно марафонские гонки я не ездил, когда более трех-четырех дней. Здесь мы будем 10 дней выступать, и тут, конечно, я морально себя готовлю распределить все свои силы с первого до последний день. Первый этап гонки – пролог. Начнется 7 июля, а 16 числа марафон финиширует в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова